Вообще сейчас что вас беспокоит? Шахзада Токтасонова третий месяц ведет прием в Глазовской межрайонной больнице. До ее прихода кабинет Лора пустовал. Молодой врач переехала в Глазов из Бишкека. Вместе с ней приехал и муж, врач-уролог. Он тоже устроился на работу в больницу. Нагрузка колоссальная, признаются молодые специалисты. Тем более после основной работы Шахзада и Айбек трудятся еще и в составе ковид-бригад. Здесь больше нагрузка идет терапевта, не хватает. Там очень много людей, до утра уже, до позднота уже, такой же ажиотаж идет, не хватает. День принимаем где-то 35 пациентов? Да. Вот так? Мы тоже до единства работаем. После еще обслуживаем где-то 10-15 человек. Переехать в Удмуртию Шахзада и Айбек решились, узнав о выплатах для специалистов из других регионов. Каждый из них получил по полмиллиона рублей. Кроме того, им компенсируют затраты в размере 10 тысяч рублей за съем жилья. А если бы они решились на ипотеку, то из бюджета Глазова им выделили бы 360 тысяч на первоначальный взнос. А еще власти города помогли устроить троих детей Шахзады в детский сад. Такими же привилегиями пользуются еще несколько привлеченных врачей в Глазовской больнице. С начала этого года к нам приехало 10 узких специалистов, анестезиолог, врач-педиатр, педиатр-участковый, лор, уролог, сердечно-сосудистый хирург, врач-узим. Меры поддержки серьезные. Главное условие, чтобы их получить, минимум отработать в больнице 5 лет. Насколько задержится Елизавета Князева, пока не знает. Ее супруга могут перевезти работать в другой город, поэтому от предложенных привилегий специалист, приехавший из Пермского края, отказалась. Главное, говорит молодой педиатр, у нее есть возможность набираться опыта в любимой профессии. Родители, конечно, привыкают к своему педиатру, опытному, и приходит молодой специалист. Иногда с подозрением смотрит на меня, но стараюсь найти с ними контакт, подбираем с ними лечение, диагностику, чтобы ребенку было комфортно и родителям было комфортно. Всего в этом году в районные больницы Удмуртии из других регионов приехали 17 медработников. До конца года ждут еще столько же специалистов. А в сельские больницы по программе «Земский доктор и земский фельдшер», по ним тоже предусмотрена материальная поддержка, устроились 44 врача и 17 медсестер. Альбина Валикжанина, Анна Ковырзина, Василий Хохряков. Новости.